Гирлянды из воздушных шаров на входе, живая музыка, цветы, именитые гости и разрезание красной ленточки. Все подчеркивало торжественность момента – открытие новой школы бильярдного спорта в Верхней Салде. Начинаем открытие бильярдного клуба МАСЭ. Открывается такое спортивное и новое прекрасное светлое заведение. Все мы помним, как здесь все начиналось, когда первый раз дошли сюда два человека, у которых горят глаза, и которые сказали, что здесь через три месяца откроется прекрасный бильярдный клуб. Тогда мы, я думаю, даже ни капельки не сомневались, что именно так и будет. И всех нас поздравляют с открытием этого клуба. Также нужно сказать, что ребятам пришлось не только строительную часть через себя пропустить, но и оформить кучу документов, чтобы у нас стала федерация бильярдного спорта Верхней Салды. Все, кто приняли участие в подготовке к открытию школы, а это в большей степени предприниматели Верхней Салды и Нижнего Тагила, а также местные любители бильярда, стали почетными гостями на праздники и обладателями благодарственных писем от руководства Федерации бильярда. Хочется выразить благодарность всем присутствующим детишкам бильярдистам, нашим спортсменам, ветеранам бильярдного спорта. Отдельное спасибо уже сказали, конечно, администрации, потому что мы много лет пытались найти помещение, где сделать такой клуб. Благодаря Алексею Николаевичу и Константину Сергеевичу, наконец-то наша мечта сбылась, я думаю, сбылась мечта многих детишек и бильярдистов города. Сценарий торжественного открытия организаторы продумали до мелочей, вплоть до внешнего вида участников праздника. Классическая форма одежды бильярдиста – белая сорочка с галстуком-бабочкой, черный жилет, темные брюки – обязательны даже для малышей. На открытие спортивного объекта в Верхнюю Салду прибыло целое созвездие именитых бильярдистов. Например, мастер спорта международного класса, вице-чемпион мира по свободной пирамиде Павел Кузьмин. Звезды бильярда приехали не только порадоваться за своих провинциальных коллег, но и провести чемпионский мастер-класс. ВИП-гости высоко оценили бильярдную школу в Верхней Салде. Я давно знала, что планируется открытие такой большой масштабной школы. Я очень рада, что организаторы довели до конца это дело. И вообще, я очень рада за людей, которые открыли эту школу. Очень много детей. Я первый раз вижу такого человека, который поднял такую школу, который достал бы много детей и столько возможностей. Возможность увидеть воочию удар Массе, название которого теперь начертано на вывеске Саладинской школы бильярда, представилась зрителям на празднике. Массе виртуозно продемонстрировал чемпион Европы по пулу, победитель международного турнира по московской пирамиде, чемпион России по снукеру Егор Плишкин. Нужно делать просто под углом, должна быть поставленная техника и просто отработка, практика вот таких вот многочисленных ударов. Но это больше фокус, то есть обводящий вин, названием, как называется этот клуб Массе. Идейный вдохновитель клуба Массе, тренер по бильярду Игорь Ложкин на празднике выглядел счастливым, но сосредоточенным. Оснащение клуба на данный момент это 4 русских стола 12-футовых и 1 пуловский 9-футовый. Значит это специально сделано для того, чтобы охватить большее количество людей, играющих в бильярд. Потому что есть люди, которые любят русский бильярд, есть люди, которые любят именно американский пул. В общем, но у нас планируется расширение. Не остались незамеченными и главные виновники торжества – юные воспитанники основателя школы Игоря Ложкина, сотрудника совместного российско-американского предприятия. Грамоты были вручены спортсменам, уже проявившим себя и показавшим готовность к усердному труду. Тренеры призвали начинающих бильярдистов равняться на Дениса Семенова, Александра Миловцева и Юлию Устюжанину, успевшую стать чемпионкой Свердловской области. По окончании торжественной части некоторым салдинским любителям бильярда посчастливилось разыграть партию с чемпионами, что равнозначно мастер-классу. Все участники турнира получили памятные подарки от бильярдного клуба. Ну а в распоряжении юных бильярдистов был предоставлен целый бильярдный стол. Не настоящий, а шоколадный.